О чем мечтают мужчины? Московский университет в Сарове и новая структура администрации. Это программа «Соседский Wi-Fi», о чем говорит город, говорим и мы. И с вами в студии Дарья Козина и Петр Смирнов. Подключаемся. Даша, впереди у нас праздники. Впереди у нас мужской праздник. Да, жаркий период. Буквально на этой неделе. И я знаю, что у вас, у женщин, тяжелая пора. У нас она чуть попозже настанет. Ну да, вот я говорю, жаркий период праздничных дней. Все-таки 23 февраля, День защитника Отечества, все мы знаем. С недавних пор это выходной день. Поэтому мы все теперь работаем по субботам. Кстати, вот не все довольны этим моментом. В честь праздника. Да, потому что вроде бы суббота, воскресенье и так выходные дни. Тут ты должен отрабатывать субботу, потом, значит, отдыхать понедельник, вторник. И, в общем-то, как-то вроде на один день выходной больше, и вроде ты праздник дома. Но так или иначе не любят русские люди дополнительные дни отрабатывать. Ну да, на работу, получается, мы пойдем на этой неделе в среду. В среду, да. О чем мечтают мужчины на 23 февраля? Вот женщины всегда мучаются, правда. Потому что с женскими подарками, как я считаю, проще. Это стандартный набор даже. Цветы, там, не знаю, духи, косметика, игрушки, что-то такое. Это уже беспроигрышный вариант. Ну, кстати, да. Подари букет цветов, и ты победил. В этом раскладе уже женщине угодило, она счастлива, и так или иначе приятно это уже сделал. С мужчинами сложнее. Здесь нет какого-то такого стандартного подарка, который при любом раскладе порадует мужчину. И вот тут, кстати, тоже вопрос, насколько крупным должен быть подарок на такой мелкий праздник, как 23 февраля, 8 марта. Ничего себе, взяла мелкий праздник. Что-то такое. Нет, ну я имею в виду то, что кто-то, например, считает, что в такие праздники достаточно подарить какую-то мелочь. Незначительную. А кто-то прям действительно заморачивается. Носки, бритвенные принадлежности. Да, 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 кто-то заморачивается. Ну, вроде бы как-то и не особо такое масштабное что-то, да, в значении конкретного человека, семьи, и поэтому. Ну вот, и, кстати, Сбер у нас выяснил, о чем мечтают мужчины. Видимо, решил за Сбербанк помочь. Короче, возьмем немножко статистики. Слушай, скорее всего, они это сделали как? По оценке покупок перед 23 февраля, да, с женских этих карточек. Что покупают женщины перед 23 февраля? На самом деле, я изначально, когда прочитала этот заголовок в новостях, тоже подумала про то, что они проводили какую-то аналитику покупок и прочего, и прочего. Но нет. Они, значит, просто проводили исследования и спрашивали, собственно, у самих мужчин, что им нужно для счастья. Российские мужчины назвали важнейшими составляющими счастливой жизни качественную медицину и образование, свое жилье, хорошее питание и возможность заниматься любимым делом. Ну, по-моему, какие-то такие стандартные вещи для любого человека. Ну, слушай, ну, смотри, получается, первый запрос – это качественная медицина, да, потом уже самореализация фактически, да, и дом, крыша над головой. Вот она, взрослая жизнь, я думаю, опрашивались. Да, такая прям, на самом деле, настоящая, действительно, взрослая жизнь, но тут, видишь, как качество медицины все-таки на первом месте. Да, да, да. Значит, люди начали больше заботиться о своем здоровье, это хорошо. Ну, вот, кстати, на втором месте у нас получается образование. Вот, что интересно, 89% опрошенных считают, что для счастья нужно получить хорошее образование в университете. В университете. Да, 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 здесь вот тоже такой момент, насколько сейчас действительно важно высшее образование, высшее образование какого-то конкретного вуза и прочее. Кто-то обесценивает сейчас эти вещи, говорит, что это, в принципе, не нужно, но все равно, так или иначе, при опросах многие говорят о пресловутом образовании. Ну, давай за базу возьмем, что, конечно, работу тебя без образования могут и не взять. И тут мы, наверное, к другой теме уже подходим, насчет университетского образования, да, у нас объявили, что будет некий филиал МГУ открываться, причем в технопарке, в Сатисе, то есть это вот не на закрытой территории. И, ну, получается, что мы сможем получать то самое университетское образование, о котором мужчины так мечтают, уже в Сарове скоро, наверное. Большой вопрос наклевывается, но лично у меня. Какой смысл во втором высшем учебном заведении физмат-направления, вот в рамках нашего города, да, вблизи города, когда, например, у нас здесь невозможно получить гуманитарное образование, к примеру? Ну, кстати, да, вот насчет гуманитарного образования у нас в городе с ним все так достаточно. Ну, то есть смотри, у нас все учебные заведения так или иначе завязаны на техническое образование, то есть РФТ это физтех. Если уж мы говорим про гуманитарные налоги, да, филологии, педагогические науки, иностранные языки, да, как отдельно. Таких, конечно, кафедр нет, за этим надо ехать в Нижний Новгород, например. Но в МГУ-то у нас открывают физмат, прям вот, что называется, самый настоящий физмат-кластер. И, как я слышал, все-таки бакалавра там не будет. То есть это будет чисто магистратура, и приезжать будут уже бакалавры, там, желающие работать во ВНЕФе, или, может быть, по каким-то открытым тематикам во ВНЕФе, будут приезжать в САДИС и получать здесь магистрское образование именно по направлению физмат. Ну, с прицелом на либо работу в ядерном центре, либо, наоборот, с участием специалистов и на базе ядерного центра, да, проводить какие-то научные исследования. То есть это больше такое фундаментальное образование, фундаментальной науки. Это не прикладные инженеры, это именно вот ученых будут вроде как воспитывать. Странная история, потому что у меня до этого было предположение, что, ну, хорошо, открывают этот филиал МГУ. У меня было предположение, что просто у наших местных ребят, студентов, будет возможность получить ту самую корочку. После школы поступить в МГУ. МГУ, да, при этом не уезжая из дома, не переезжая в Москву. Нет, такого не будет, но действительно, получается, можно будет вернуться потом в САДИС или в Саров, да, но вот уже получать магистрское образование. Но был клавуриат в любом случае, первая ступень, она в любом случае будет не здесь. Но, понимаешь, как, ведь после бакалавра можно из любого вуза перейти, я так понимаю, на магистрскую программу, так сказать, хоть в университет, хоть из Нижегородского, хоть из СРФТИ, опять же, ну, да, если будет какой-то отбор, конечно. Ну, сомнительная, в общем, какая-то затея, очень что-то. Ну, тем не менее, уже, смотри, уже показали макет будущего этого кластера учебного на территории технопарка, уже, говорят, что назначили вроде как ректора в этот филиал, то есть, в принципе, и предполагается, что с этого года уже там должны начать преподавать. Уже хорошо. Но, на самом деле, есть еще у нас новости, они более житейские, менее такие, как говорится, великие, наконец-то, можно сказать, дождались. Глава города Алексей Сафонов внес новую структуру администрации. Ну, как, новую старую структуру администрации, конечно, поменялось много. Вот, я тебе и вам сейчас, и тебе даже расскажу. Значит, во-первых, у нас пропали все замы с названиями. Будет просто заместитель, и их будет таких четыре просто заместителей. Но самое главное, появляется первый заместитель. Это просто, как я понимаю, дублер, можно так назвать. Причем, да, сам Алексей Саныч сказал на заседании комитета, значит, что первый заместитель – это человек, который вот плоть от плоти я, который будет в моем отсутствии, при моем отсутствии будет исполнять все функции главы, и, значит, должен во все знать, во все вникать. То есть, типа, второй Сафонов, в общем, номер два. Но правильно, с одной стороны, а с другой стороны, что он будет возглавлять, первый зам. Управление делами, хотел сказать, президента, управление делами администрации, управление муниципальной службы, то есть, отдел кадров и юридическое управление, управление информатизацией, атишники, новый отдел перспективного развития территорий и отдел управления проектами. Самое интересное здесь, это, конечно, отдел перспективного развития территорий, и, как говорят, что это будет, вот именно, отдел заниматься присоединением территорий и созданием Саровской агломерации. То есть, видимо, работы там много, требуется целый отдел, скорее всего, потому что, как мы понимаем, есть Арзамас Дивео-Саров, паломнический кластер, есть поручение президента присоединения северных территорий, там еще вопрос стоит о возможном вхождении того же технопарка Сатиса в Саров. Говорят, что вообще уже есть мегапроект объединения Сарова с Дивеевским районом. Вот здесь тоже, кстати, интересно, а местных жителей вообще кто-то будет спрашивать о каких-то таких глобальных изменениях? Ведь это же местное самоуправление, что город, что район, да, и, по идее, такое объединение должно проходить, ну, как минимум, через какой-то референдум, да, или какое-то решение, ну, совместное, да, жители. Здесь уже, как я понимаю, просто будет ответственное лицо, да, вот как раз-таки этот зам. Да, вот для подготовки этих решений, скорее всего, это отдел, который под первым заместителем. Дальше идет заместитель главы администрации, у которого будет просто заместитель уже, да, следующий. Департамент финансов, департамент экономического развития и поддержки предпринимательства и бухгалтерия. То есть это чисто такой зам по финансам, но он тут без названий, да, но вот по финансам и экономике. Следующий заместитель — это архитектура. Здесь департамент архитектуры и градостроительства и департамент муниципального имущества. Вот это очень интересная новелла. Как такового КУМИ, вот как мы его привыкли, да, комитет по управлению муниципальным имуществом, он перестает существовать. Председатель КУМИ тоже как бы должность упраздняется, и это мы сейчас еще, кстати, по кадровым вопросам поговорим. Вот, а появляется департамент муниципального имущества. То есть фактически новое название старому КУМИ. И он переходит под, если раньше, если ты помнишь, Владимир Ильич Лутиков еще возглавлял КУМИ как в ранге заместителя, был заместитель главы администрации, тире председатель КУМИ. Теперь, значит, КУМИ как департамент уже будет подчиняться другому заму совместно с архитектурными департаментами. Вот и вопрос. Понятно, что меняются названия условно, да, меняется структура. Люди остаются те же, то есть это только так, а на бумаге будет разное? Вот смотри, теперь что касается юридических аспектов конкретных людей. Да, фамилии нам никто не назвал, и никто даже не собирался их называть, но было дано обещание, что как только это будет утверждено, в течение недели он несет всех пятерых, значит, первого и четырех обычных замов на рассмотрение Думы, на согласование, соответственно, значит, кандидатура уже подобрана. Хорошо. Но важный момент в том, что все замы получат фактически уведомление об увольнении. Ну, должность сокращена, все, спасибо, значит, вы уволены. А дальше через... То есть есть подозрение, что не факт, что уволенный человек, ну, как бы, да, будет, да, назад принят. Поэтому тут включаются уже законодательные нормы, где ему полгода будут выплачивать средний заработок. То есть он в течение полугода будет получать среднюю зарплату, это всегда так было. Вот, ну, получается, что председатель КУМИ получает такую же, значит, черную метку. Причем вот департамент образования, департамент по делам молодежи остаются как есть. Значит, скорее всего, там так все ничего не поменяется. Вот, появляется новый отдел по жилищным вопросам. Вот, то есть это ведомство Елены Киолиной, она сейчас в ранге заместителя председателя КУМИ. Значит, КУМИ разделяют жилищный отдел, отдают в социалку, значит, земельный отдел и все, что по имуществу отдают под замок, который вместе с архитектурой. Кстати, это очень правильное решение, объединить архитектуру и градостроительство и практически оставшиеся земельные отношения, потому что они, в принципе, об одном и том же порой, но при этом находятся в разных структурах. Ну, и так штат, он в любом случае, как считаешь, будет меньше, больше? Ну, тут нет цифр с точки зрения количества чиновников, работающих в администрации. Потому что специалистов сократят, не сократят вообще, в принципе, замок, понятно. Я думаю, что рядовым специалистам, если они ничем сильно не отметились особенно, им нечего, как говорится, переживать. Скорее всего, они остаются. Возможно, есть вопросы к конкретным директорам департаментов, к замам, именно замок главы администрации. То есть, видимо, и с ними могут поработать, что называется, кого-то оставить, кому-то предложить другое место работы. Но вот пока видится только то, что некоторые действительно могут потерять свои должности, и еще непонятно, будут ли они назначены обратно. И самый главный вопрос, как это все скажется на жителях города, как это все скажется на каких-то проблемах городских. Потому что пока это все будет перелопачивать, как бы что... Ну, да, чтобы не наступила анархия, ты хочешь сказать. Ну, просто в любом случае такие какие-то резкие изменения. Понятно, что они суперкардинальные, но все же изменения, которых не было уже на протяжении многих лет. Ну, почему? Смотри, мы три раза за предыдущий созыв меняли структуру администрации. Это было в 15-м, в 16-м. Нет, нет, ну там вводили замов, исключали замов. Такая история, но хотелось бы реально, наверное, подытожить то, что... Чтобы не получилось, как в басне у Крылова. Знаешь, вы, друзья, как не садитесь, да, вот... Пускай уж лучше рассядутся и нормально себе играют. То есть, надеюсь, что, конечно, та структура, и я об этом сказал на заседании, что мы не можем здесь ничего поменять, ну, с точки зрения депутатов, да, вот мы верим нашему главе, что ему так нужно, да, поэтому мы это будем принимать в любом случае. Тот самый памятник Аленке, который в декабре установили в Нововоронеже, через несколько дней демонтировали, а потом выставили на аукцион, продали за 2 миллиона 600 тысяч рублей. А тем временем в Перми нашли Аленке-жениха Федю. Его 5 лет назад смастерил местный умелец. Фотографию Федора, держащего в руке розу, и мечтающего о нововоронежской железной леди выложили в Инстаграм дети-мастера. Персонаж так понравился подписчикам, что снимок почти мгновенно разлетелся по соцсетям. Кто знает, может, однажды Аленка и Федя будут вместе. На сайте Кремля в разделе «Документы» в указе о награждении государственными наградами внезапно появилось имя российского поп-исполнителя Юрия Киселева. Наградили певца медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В заслугах числится большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также, внимание, многолетняя плодотворная деятельность. К слову, Киселева 23 года. А вот так он вкладывается в культуру. На ютубе увидел 142 тысячи дизлайков. Ну а к нам присоединился Михаил Савин, депутат городской думы, преподаватель истории Саровского политехникума. Михаил, мы тебя приветствуем. Добрый день. Спасибо, что согласился с нами пообщаться в нашей передаче. Я тебя позвал обсудить один очень важный для меня вопрос. Касательно будущего коммунистического движения в России и в Сарове в частности. Вот ты у нас, как я уже некоторым сообщил, ты у нас такой коммунист в аквариуме. Понимаешь, ты единственный представитель коммунистической партии в городской думе. Все вот так, знаешь, на тебя так смотрят, как на рыбку, значит, скажут, вот, смотрите, у нас же целый коммунист появился. Десять лет такого не было. Вот. Есть целый представитель КПРФ. Выбрался, причем, например, через нормальную избирательную кампанию, конкурентную, все. Сама-то КПРФ в Сарове вообще существует? Естественно, как партийное местное отделение Саровский и городской комитет коммунистической партии существует. У него есть своя структура, есть секретариат. Вот первый секретарь Александр Васильевич Ицкий и секретари по оргработе. Значит, по ведению выборной кампании, по работе с молодежью и первичное отделение, соответственно. И много их. Ну, в общем, сколько у нас человек состоит в партии? Вот мне интересно. Ну, я... Что про ЛДПР я знаю, мне про коммунистов теперь интересно. Приблизительно около ста человек. То есть, это ста человек, это партийный актив, который непосредственно с партбилетами. С партбилетами. Нет, это не актив, это в целом. В целом. Да, отделение партийное. То есть, те люди, которые имеют партбилеты, а дальше уже они выбирают секретариат. Понятно. Ну, и уже как бы секретариат работает непосредственно, уже организуя деятельность самой партии. А мы тут говорим коммунистов, у нас сырой мало. Я тебе не соглашусь с тобой. Я вообще считаю, что поддержка коммунистов в городе у нас очень большая. И я не понимаю, почему 10 лет ни одного представителя коммунистической партии не было в городской думе. Несмотря на то, что реально очень большая поддержка. Вот и Василий Ильичский, он вообще фактически выиграл в 2011 году выборы в законодательное собрание в городе. Ну, понятно, не в округе, но вот конкретно в городе он опередил тогда Жигалова. Ну, опередил на пару процентов, но тем не менее, да, это серьезный был результат для КПРФ на тот момент, по-моему. Но вот за 10 лет спустя то время ни разу не было представителей партии. Вообще, насколько сейчас партия движется в сторону омоложения? Ну, в этом плане, конечно, центральный комитет партии, да, ведет большую работу с привлечением молодежи в партию. Сейчас активно региональное отделение партийное над этим работает. У нас есть Ленинский комсомол при КПРФ. Это исключительно молодежная организация. В ней 60 тысяч, значит, молодых людей, которые по возрастной категории от 16 до 35 лет. В этом плане они могут автоматически считаться как молодыми коммунистами, а в последующем вступать уже в КПРФ с 18 лет. Дело в том, что, наверное, сейчас, если посмотреть на все партии, то, наверное, в партийном именно движении, как институт политической власти, существует некий вообще кризис, да, когда партии, собственно говоря, ну, играют роль при нынешней политической обстановке в нашей стране, ну, не совсем значительную роль. То есть роль посредничества между властью и народом, именно партийной, она как-то очень снижена. А вопрос тогда вот сейчас к КПРФ. В принципе, какие себе направления выбирает, какие задачи ставит? Есть ли единая цель, опять же, между всеми? Ну, конечно, у нас есть такое движение, как депутатская вертикаль в партии. Вот. Проходят постоянные семинары, совещания депутатов муниципальных органов власти, региональных, значит, законодательных органов власти и федеральных. То есть депутатов Госдумы обмениваемся опытом мы достаточно активно по разному роду направлений. Ну, и цель нашей партии, она определена программой и уставом. Это, значит, построение социалистического общества в России. То есть ничего не поменялось, да? Вот. Мне, кстати говоря, это интересно. Возможно ли, что вот КПРФ в будущем станет как раз той самой партией нового социализма, демократического социализма? Ну, под демократическим социализмом мы понимаем социал-демократию. Ну, да. Хорошо. Я, наверное, да. Да, социал-демократию. Правильный термин. Политическое течение. Конечно, это течение, с одной стороны, современное, да? Почему? Потому что Европа тоже прошла некий в этом плане алгоритм действий и эволюцию политических идей и учений. Тем более социализм появился в Европе, Германии. Вот. И в этом плане, конечно, КПРФ сейчас как партия социального толка, да, и демократического тоже, она направлена на поддержку тех слоев населения, которые непосредственно в этом нуждаются. То есть даже самый мелкий бизнес, да, мы выступаем за то, чтобы все-таки облегчить его судьбу в этом плане. Поэтому вот это один из таких крепких признаков именно социал-демократии. То есть идеи о экспроприации всего нет. Ну, то есть оно уже как бы, хоть и очень популярно, отнять и поделить, что называется, но это уже не то, да? Нет, конечно. Можно не обястаться, что все коммунисты придут к власти, что это произойдет. Нет, этого посадиться абсолютно не стоит. Единственное, только один из программных компонентов у КПРФ, это пересмотр приватизации и залоговых аукционов 90-х годов. Ну, это вот те, в общем, не сильно справедливые действия, которые были произведены в 90-е. Да, даже очень не сильно. Вот. В отношении людей, значит, тем более социально незащищенных, конечно, нет. То есть, как пугали в 96-м году на выборах президента, коров ни у кого отнимать никто не будет. Смотри, насчет Сарова. Собираются ли какие-то быть изменения уже в Сарове? Вот, ну, в ряде у нас выборы, понятно, в Государственную Думу, в Законодательное Собрание. Будет ли кандидат от КПРФ в Законодательное Собрание? В первую очередь меня это интересует. Потому что понятно, что и будет и на домандатном округе некая борьба, и на партийных, по партийным спискам будет определенная. Ну, сказать, мы с тобой, наверное, будем на разных сторонах баррикад в этой истории. Но, тем не менее, интересно все-таки, будет ли КПРФ в дальнейшем участвовать и в местном, и в региональном политическом процессе? Естественно. Сейчас идет у нас активное обсуждение кандидатур, как и в областной Законодательное Собрание, так и в Государственную Думу. Если брать наш город, да, или это 15-й округ Законодательное Собрание, или, сейчас не помню, какой по номеру, в Государственную Думу. Вот. Значит, в апреле, в июне у нас будут проходить съезды партийные, которые утвердят в списке кандидатов в этом плане. Значит, и партийный список, соответственно, в Законодательное Собрание, и все одномандатные округа, которые у нас есть, будут закрыты нашими кандидатами. Открой завесу тайны. Ты собираешься? Ну, значит, и я так и понял, что это везде остальное. Да, кричит вопрос. Слушай, ну, раз уж ты у нас в студии сидишь, и никто другой, да, и с моей точки зрения, ты и сейчас... Пробивайся на бренду. Нет, нет, нет. Честно скажу тебе, я считаю, что сейчас ты лицо коммунистической партии в городе. Ну, то есть, я не говорю, что первое лицо, да, но лицо с точки зрения того, что у тебя есть реальный депутатский мандат, есть полномочия, да, и в этом плане, конечно, с одной стороны, для партии хорошо, что есть представители. С другой стороны, ну, можно и этот капитал конвертировать в что-то, да, в участие в дальнейших избирательных кампаниях, например. Поэтому я и спрашиваю, собираешься ли ты дальше действовать, или все-таки вот городская дума – это пока тот уровень, на котором хочется остановиться? Ну, городская дума и тот уровень, на котором хочется остановиться. То есть, в первую очередь, надо оправдать доверие тех людей, которые за меня проголосовали в этом плане. Ну, и я не исключаю дальнейшее участие в выборах более высшего уровня. Возможно, я скажу дипломатическим языком, политическим, моя кандидатура будет предложена, а как решить съезд? Последний, наверное, вопрос. Когда у нас будут выбирать новый руководитель КПРФ в городе? Я тебе еще более провокационный вопрос задам. Нет, я так чувствую. Нет, ну, понимаешь? Да, сейчас мы… Давай, я тебе говорю. Все-таки надо становиться первым лицом. Ну, чтобы становиться первым лицом, все-таки тоже большая нагрузка, правильно? И ответственность очень высокая. Ввиду моей загруженности сейчас я не совсем готов, значит, на себя принять эту ответственность, просто потому что я боюсь не справиться. То есть не оправдая надежд людей в этом плане, как и однопартийцев, так и всех остальных. Вот. Ну, технически, конечно, поменять первый секретаря Саровского городского комитета Компартии может городское партийное собрание. Вот. Но в силу пока… Технически. В силу, да, как по усталу, да, как по регламенту и так далее. Но в силу современных условий пока, то есть мы провести не можем это. А насколько важна вот эта сменяемость? То есть, вот как мы говорили, не прогорает ли предводитель, руководитель? Нет ли какой-то прям необходимости менять этого руководителя на протяжении какого-то времени? На протяжении времени, если говорить о местных партийных отделениях, то, конечно же, ротация, да, как сейчас говорится, это кадров необходима, да. То есть, в связи с условиями, которые меняются, да, в связи с технологиями определенными, то есть, люди новые необходимы, да. Поэтому каждый человек всегда, каким бы он ни был, он приносит что-то новое, что-то живое. И поэтому для того, чтобы оживить местами партийную организацию, любую, любой партии, да, необходимо, нужны новые люди. Если говорить о федеральном уровне, ну, здесь Геннадий Андреевич, конечно, это символ КПРФ, да. Если спросить на улице, какого вы знаете представителя КПРФ, ответит, что Зюганов в первую очередь. Я бы назвал Рашки. Или наш депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Ну, вот смотри, я как раз, я, кстати, говорю, да, вот у нас дальше как раз из Саратова, да. Понимаешь? Адекватностью. Ну, опять же, да, вот этот депутат-коммунист из Саратова, да, как его Бондаренко, да, Николай Бондаренко, да, он популярный блогер, фактически, да. Он говорит всегда правильные вещи, которые людьми очень хорошо воспринимаются, они очень простым языком доходчиво. То есть, да, критикует, да, такой вот яркий оппозиционер, но способен ли он стать руководителем КПРФ на уровне Российской Федерации? Это вопрос, так сказать, партийного воспитания. Естественно, вот это как раз к разговору о том, что новые люди оживляют, да, в этом плане, в медийном пространстве Николай занял очень такой широкий пласт тоже известности. Если спросить людей в возрасте, они знают Зюганова. Если спросить молодых людей, то они знают из КПРФ Бондаренко, да, два человека в этом плане активно. И, значит, для того, чтобы стать лидером партии, все-таки у нас коллективное руководство, да, у нас есть центральный комитет, есть заместители председателя ЦК. Вот, конечно, сначала необходимо опыта набраться, да, более серьезного, вот, в этом плане пройти, достаточно широкую, значит, общественную найти поддержку, потом обучение партийное, естественно, обязательно необходимо, да, в этом плане. У нас в мае вот сейчас будет при ЦК организована партийная учеба по разному роду направлений, в том числе и там теория, значит, диалектики, да. Я уже думал, все время марксизма ленинировала. В том числе. В том числе, да, значит, вот как раз технологий современного рекламы, как вот это назвать, вот, то есть, нас нужно... Ну, скорее пиар, чем пиар. А вот тут, кстати, вот, да, личное мнение, насколько сейчас депутат, политик, представитель какой-то партии должен вот активно себя проявлять в медийном пространстве, особенно в соцсетях как-то, насколько ярое он должен нести какую-то свою, не знаю, мысль цель. То есть, Бондаренко, это такой крайний случай, да? Да, вот я говорю, в его случае, мне кажется, тонкая грань между иногда, не знаю, реально он иногда перебарщивает, правда, перебарщивает с каким-то, с какой-то своей экспрессией, с своим бунтом вот этим. И тут тоже не всегда все поддерживают, но так или иначе он привлекает внимание. Вот насколько важно привлечь именно таким способом внимание. Ну, а как же, это харизма, одно из выражений харизмы, как у Александра Григорьевича Лукашенко. Может, у нас в Сарове тогда тоже стоит там макарошками попригрозить или еще что-нибудь? Ну, чтобы грозить, надо все-таки набрать политический вес определенный, да, и заручиться поддержкой как людей, так и все-таки, ну, иметь определенное слово в органах власти, да. Вот, а потом, естественно, для любого депутата, для чиновника, мне кажется, открытость его деятельности необходима. Где у вас располагаются органы партии в городе? Начнем с того, что на сайте городской думы, да, есть мой номер, вот, электронная почта, можно связаться со мной по этим, значит, координатам. А территориально мы находимся на Мира-15, это бывшая поликлиника напротив цематологии. Вот, второй этаж у нас арендована. Это, который женской консультацией еще называли. Да, 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 где центр социальной защиты на первом этаже. Да, управление социальной защиты, да, да. Вот, мы на втором этаже, да, арендуем там, значит, одну сторону, вот, там моя приемная, кабинет первого секретаря, зал заседаний, то есть, вот там у нас, мы находимся территориально там. Ну, а на этом, друзья, у нас все. До встречи через неделю и хороших вам новостей. Пока-пока. Пока-пока.